Три, два, один, поехали! Успеть за 30 минут. Именно столько времени дается участникам на сооружение шедевра из волос. В обычной жизни на такую прическу уходит больше часа, но это соревнование. В Саратове проходит областной чемпионат по парикмахерскому искусству. В нем участвуют более ста мастеров со всей области. Вот эти чемпионаты, они дают нам большее количество, как любые конкурсы, они дают больше звезд. Вот теперь мы будем зажигать эти звезды. Наталья Рупасова приехала из Балакова. Профессионально ножницы и расческу в руках она держит уже 4 года. Говорит, накануне конкурса пришла с работы после 10 вечера. Готовилась. Только свадебную переделывала 5 раз. Да ну сами придумывали, знаете, как долго. Причетки должны же быть конкурсного вида, не салонного. Но в салоне такой никто не сделает. Никакой клиент не придет и не сделает такую прическу на свадьбу. Гуали, банты, перья и даже веточки от деревьев. Фантазию мастеров никто не ограничивал. Единственное условие конкурса – украшения не должны занимать больше 25% прически. Укладка мужская креативная, прическа высокая, на длинные волосы. Конкурсанты соревновались в 9 номинациях. Самые зрелищные – фантазийные. Здесь и девушка-огонь, и красотка из кабаре, и сказочная принцесса. Среди членов жюри были и судьи из Москвы. Мне на самом деле очень нравится ездить по маленьким городам, потому что для меня это тоже большой плюс. И я очень вижу очень много интересных идей, которые нужно развивать и выводить уже на более эстетический какой-то уровень. По соседству в профессиональном мастерстве соревновались массажисты, визажисты и специалисты по маникюру. Чтобы зрители не скучали, для них устроили дефиле. Боролись участники не только за грамоты и подарки. Победители областного конкурса среди парикмахеров и визажистов примут участие в международном фестивале красоты, который пройдет в Санкт-Петербурге. Елена Гришин, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.